Всем привет, на связи с вами, как обычно, Джамбу Макс, да, тот самый Белебой, который на неделю стал Сони Боем. Сегодня я хотел бы вам рассказать о своих впечатлениях о Бетсе Колдее МВА-2022, ну а также хотел бы поделиться впечатлениями о Дуалсенс во время бета-тестирования. Пожалуй, эта неделя была мегаплотным временным промежутком, в котором я реально привык к Дуалсенсу. Перед началом видеоролика, как всегда, прижимайте ваш экстренный лайкусик, подписывайтесь на канал, чтобы помочь достигнуть 100к чуть быстрее и давайте начнем. Начну с того, что в этот раз колда меня реально вынудила перейти с черно-зеленой коробки на PlayStation 5 и все из-за того, что бета для колды стартовала на неделю раньше. Да, если вдруг вы тоже хотите протестировать игру, то с сегодняшнего дня с 8 часов вечера она будет доступна для ПК и для бокса для тех, кто сделал предзаказ или для тех, кто подшаманил кодик для беты. Ну а после будет доступна абсолютно всем. Кстати, предзаказ я на Xbox буду все-таки оформлять через ребят из X Games. Я узнавал у них об этом, они мне помогут, но вроде как их услуга в этом очень сильно ограничена. Конечно, вы можете попробовать им написать, конечно, не факт, что они вам его сделают, но зато они без проблем всегда вам помогут купить игру или подписку на ваш Xbox и ссылочку на них я оставлю в описании. Кстати, да, чтобы поучаствовать в бете на плойке, я покупал специальный ключ, регал на турецкий аккаунт для плойки, чтобы у меня этот ключ активировался. В общем, с У3Ц я так нормально повозился с этим вопросом, поэтому у кого плойка пятая, всегда заводите турецкий аккаунт сейчас и не парьтесь. Делай 5 минут, но зато не будет вот такого вот геймера. Но давайте все-таки об игре. Как я говорил ранее, я соскучился по шутерам. Я ждал МВ2, поскольку я без ума был от МВ19 года и давно не было шутера, который бы меня мог реально удержать действительно долго. В целом у меня была надежда на этот проект и мои ожидания полностью оправдались. Чтобы вы понимали, мне очень вкатила вторая часть. Я искренне не понимаю людей, которые немного расстроились после показа первого геймплея. Кстати, он немного отличается от реальной игры, по ощущениям это факт. По крайней мере, тот же ТТК чувствовался намного меньше при показе, нежели при геймплее. По большему счету, придирки многих были к тому, что эта конверная колда за 70 баксов не показала какой-то вау. Ну, по сравнению с прошлыми частями. Типа, ну анимации хотели бы лучше, куда хотя лучше хз. Ну графон такой себе, хотя в целом движок выглядит сейчас очень сасно. В общем, знаете, любит наш народ прикопаться к хорошим проектам. Что бы кто ни говорил, но визуальная часть колды это только плюс. Вы просто посмотрите в интернете на эти анимации оружия. Они реально вылезаны до идеала. Посмотрите на работу со светом, то как выглядит оружие. И честно, я не могу к этому придраться, поскольку видно, что разрабы действительно уделяют этому много внимания. Так же, как и звук игры и чувство оружия. Честно, до этого момента настолько вылизанную бету я не видел вообще. Если бы мне сказали, что это бета, я бы, наверное, не поверил, поскольку в большинстве случаев реально все хорошо работало. Последний раз очень хорошая бета, на мой взгляд, была у Хейлы Инфинит. Да, это, пожалуй, один из немногих моментов, когда я ее похвалил. Конечно, проблемы в бете были, но они были, наверное, всего лишь пару раз за все это время, хотя наиграл я, наверное, часов 12, а то и больше. Два раза у меня вылетела игра в дашборд, мол, неизвестная ошибка, сообщите о проблеме. И где-то, наверное, Катак 5 был просто отвратительный коннект, меня кидало по карте, но даже это не испортило впечатление, потому что по большей части все было хорошо. Звук в этой игре довольно-таки вымеренный, и ты кайфуешь не только от выстрелов, от каких-нибудь, там, не знаю, счетчиков или попаданий, но еще от того, что звук крайне хорошо тебе подсказывает, что рядом противник. Да, иногда ты этого не можешь уследить, но респект за звук в бете я все равно кину, ибо он реально сделан качественно. Многим, конечно, не понравилось, мол, слишком слышно шаги, но, как по мне, в предыдущих частях их почти не слышно вообще, поэтому уж лучше так. Что касаемо геймплея, то колда мало чем отличается от предыдущих частей, внезапно, да? Он все такой же быстрый, динамичный и кайфовый, ты можешь играть как с вами Гуалу, так и более тактично. Но опять же, на мой взгляд, сама игра все-таки больше вынуждает тебя играть немножко сдержанно, более размеренно, поскольку тот же подкат очень сильно пофиксили, и раздавать в подкате налево и направо, как это было там в Warzone или в колде 19-го года, попросту не получится. А все потому, что после подката тебе придется подождать некоторое время, чтобы начать стрелять, и на мой взгляд, это плюс, ибо это уберет проблему с ребятами, которые брали дубинки и носились по всей карте сломя голову. Также показалось, что колда из-за этого стала немножко медленнее, чем в МВ 19-го года. Но не менее интереснее, поскольку, опять же, поведение оружия будто стало не таким аркадным, и к нему действительно нужно привыкнуть и контролить. Просто вчера мы, например, с Виджилом заходили в МВ 19-го года, и там уже кажется как-то по-детски что ли, менее чувствительно. Опять же, это такие вот первые ощущения после беты, но говорю, что испытываю. Что касаемо новых фич, они также здесь присутствуют. Первая фича — это некий прыжок вперед, я буду называть его прыжок рыбкой. Пока и честно, я не понял самое главное его предназначение, поскольку когда я его делал, в большем случае, либо я не успевал его сделать, либо же я падал и получал люлей, поскольку после прыжка тоже нужно подождать, чтобы выстрелить. Если вдруг кто-то разгадал эту киллер-фичу и зачем она нужна в каких-то там моментах, то напишите в комментариях. Вторая фича — это ВИС на выступах. Подбегаешь, к примеру, в какой-нибудь возвышенности, цепляешься, чуть приподнимаешься, будто делаешь выход, и можешь стрелять. Ну, знаете, некая фича Спинтерселла, короче, но в мире колды. Сделана неплохо и иногда реально применимо, и думаю, что в варзоне ее иззять будут намного больше. Третья фича — это невероятно быстрое приключение между оружиями. Стреляешь, к примеру, с эмки, и вдруг у тебя заканчиваются патроны, и ты такой бах, сразу не убирая ружье, достаешь пистолет и достреливаешь все, что тебе нужно. Выглядит это очень эстетично и, самое главное, реально полезно. Единственное, включается данная фича с помощью двух кнопок, что изначально немного затрудняет тему с быстродействием данной фичи. Ну, и лично я иногда теряюсь просто в том, что когда ее нужно применить. В остальном же, это та же самая колда, от которой я реально кайфую. На самом деле, считаю, что той серии, которая до сих пор многим приносит удовольствие, нету смысла что-то кардинально менять. И хорошо, что колда остается прежней колдой, за что ее любят. Прокачка оружия, прекрасный звук, сасная анимация, офигенное чувство от геймплея, в отличие от той же батлы, в которой оружие чувствуется как пластик. В колде МВ2 чувствуется вес и сила оружия, от которого ты так же ловишь офигенные эмоции. Единственное, за что бы я поругал новую колду в этот раз, так это за интерфейс. Он тут, ну, просто невероятно убогий и неинтуитивный от слова вообще. Есть вкладка, в ней может быть еще какая-то вкладка, специальные кнопки в одной вкладке, и в том же оружейнике это прям бе. Короче, удобность интерфейса они явно профукали. Что касаемо DualSense, я реально за время беты колды к нему привык настолько, что даже было как-то немножко грустно переходить опять на боксовский геймпад обратно. По большей части мне за это время очень сильно вкатил материал кнопок, которая сопровождалась бесшумностью, то есть материал геймпада DualSense реально чувствовался как-то приятным, от которого ты не хочешь отлипать. Какой-то, знаете, пластик просто невероятно гладкий и мягкий. К расположению стика не было каких-либо в этот раз отвержений, привык, но расположение боксовского мне, на мой взгляд, все-таки ближе. Единственное, что реально не понравилось, так это адаптивные курки. Вот хз как вам, но эта фича в шутерах мне не то, чтобы не дает эмоций, это реально мешает играть, ибо ты каждый раз теряешь чувство в нажатии. Вроде бы как бы ты нажал, но этого недостаточно, надо дожимать, чтобы почувствовать ту самую отдачу, поэтому практически сразу я эту фичу тупо отключил, ибо это реально мешает. И супер мега вот эта вот новая вибрация, она не счалась вообще. Да, были проблемы, когда она вообще не работала, но на эксген кайфа я, к сожалению, от этого не получил вообще. Также хочу высказаться в пользу батареек. К сожалению, DualSense, несмотря на то, что я им практически не пользовался за все время существования плойки в моей семье, аккумулятор держал не так долго, как хотелось бы, часов, наверное, 6 активной игры, чуть больше, может быть. Не успел я за вечер наиграться, как мой геймпад просит уже о том, чтобы покормили его и присоединили провод. Да, окей, зато не надо дополнительно платить, сиди по проводу играй, но проще все-таки, на мой взгляд, заменить батарейки и продолжать играть дальше без шнура, опять же, имхо. Кстати, я также хочу похвалить плойку за то, что у нее есть некая функция сжатия видеоигр. Дело в том, что бета колды на плойке пятой весит меньше всех. Если же на плойке четвертой она весила около 45 гигов, то на плойке пятой она весила 27 гигов. На Xbox Series X, по-моему, она весит 35 гигов. То есть, условно, вот эта функция сжатия, на мой взгляд, очень сильно пригодилась бы, например, той же Xbox Series S, у которой памяти еще меньше, чем на плойке. Не, на самом деле, мне эта функция очень порадовала, что, во-первых, она быстрее скачивает игры, но, во-вторых, что не занимает так много места, за это просто плюс. Что касаемо карт, мне не понравился, пожалуй, лишь музей, ибо он слишком какой-то, знаете, коридорный, и на пути куча объектов, которые мешают понять, где тот или иной чел. Мексиканская карта на рынке довольно-таки добротная, прикольная карта с автобусами, на мой взгляд, она прям вообще пушка. Да и в целом, карты оказались плюс-минус нормальными, они как бы многоуровневые, да, но все верхние этажи, они сделаны отчасти с умом, ибо они находятся не на всей территории карты, и поэтому они тебя особо не бесят. Но бесят проходимые уголки, в которых народ любит засиживаться и ждать всех, кто побежит, особенно на мексиканском рынке в проемах. С видимостью, в этой игре тоже, на мой взгляд, все отлично, они с этим справились, потому что в том же Cold War'е разглядеть персонажа лично мне было практически Unreal. Он всегда как-то сливался с окружением, а тут же без всяких проблем ты можешь довольно-таки сразу его вычислить, кто и где, он даже красным не подсвечивается. Также в этой части колды они попытались поэкспериментировать с режимом от третьего лица. На мой взгляд, это очень неудачно. Такой бездарности я не видел давно, и честно, все это ощущается как некое наблюдение за игроком, нежели полноценное третье лицо в игре. Знаете, если бы камера двигалась как в той же дивизии, там, или в Gears War, претензий бы не было бы вообще. Но, видимо, они посчитали здесь, что и так сойдет. Да, такой вид есть и в мобильных играх колды, но там куда как бы не шло, все-таки мобилки, но тут это вообще не к месту, и на мой взгляд, это прям... Ну, это провал. Поэтому всем рекомендую даже не сходить в этот режим, играйте лучше от первого лица по классике. Также на что я обратил внимание в новой колде, так это Connect. Даже несмотря на то, что это бета, Connect был в большей степени восхитителен, и реально было приятно играть. Да, были моменты, когда я немножко горел, и тупо со штурмовой винтовки я не попадал, но хотя как бы я попадал, но не попадал. Но такие случаи не прям какие-то были критичные, их было не так много, поэтому, ну, прям не прям бесишься, короче. В любом случае, это намного лучше, чем в той же там батле, или там, я не знаю, в Вангварде, потому что в перестрел в Вангварде у меня был просто 24 на 7, здесь же прям все более-менее стабильно. На самом деле, очень радуюсь, что команда разрабов сразу же объявила, что будет отчасти прислушиваться к сообществу, поэтому какие-то такие вот явные и общие негодования, они будут пытаться устранять практически сразу, и это только плюс. В целом, колда оставила, наверное, только лишь положительные эмоции, это тупо автопокупка для меня. Нельзя сказать, что серия как-то, наверное, глобально выросла, ну, она не выросла глобально, но она просто хорошо улучшилась, и это факт. Мой вам совет, если вдруг вы кайфуете от МВ 19 года, то МВ 2022 года вам явно будет по душе прям 99,9%. Ну, просто потому, что она и есть МВ 19 года, но только более улучшенная. Чтобы в этом убедиться, обязательно участвуйте хотя бы в открытом тестировании, мы также продолжим ее стримить по вечерам, поэтому обязательно приходите. В общем, я доволен, как слон, надеюсь, на релизе она не подкачает, в ней будет куча контента, все-таки поддержка 2 года, и всех жду в пати на бета-тесте, ну, а также при релизе. Обязательно ставьте лайк, если вам понравился такой видос, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok